На создание сложных форм из металла обычно уходят многие недели, и требуется специальная отливочная форма или сложная слесарная обработка. А трёхмерная металлопечать гораздо быстрее и дешевле. Предметы создаются из слоёв металлического порошка, которые спекаются при высокой температуре. Трёхмерная металлопечать позволяет получать сложные изделия с помощью полностью автоматизированного процесса. Каждый предмет начинается с компьютерной модели. А это формовочный ящик, которым предмет будут изготавливать. Техник включает электронагреватель и засыпает в ящик сверхтонкий порошок нержавеющей стали. Нагрев предотвратит образование комков в порошке. Ящик задвигается в аппарат, после чего в загрузчик также кладётся порошковая нержавеющая сталь, которая понадобится в ходе процесса. Аппарат распределяет по ящику первый слой стального порошка. По трубкам в печатающую головку поступает связывающий состав. Этот состав действует как слабый клей. Головка выпускает его в виде очень тонкой струйки. Двигаясь над стальным порошком туда-сюда, печатающая головка выпускает связывающее вещество точно в тех местах, которые определил компьютер. Как только головка напечатала полный срез предмета, мощные нагреватели тщательно просушивают этот слой. Роллер распределяет новый слой порошка, толщиной вдоль миллиметра. Затем печатающая головка наносит новый слой связывающего вещества. Объект наращивается снизу вверх. Процесс печати занимает несколько часов. Когда наложение слоев заканчивается, формовочный ящик помещают на сутки в камеру термофиксации с температурой 180 градусов Цельсия. Это испарит всю влагу и отвердит связующее вещество. Сыпучий порошок удаляют отсосом, и предмет появляется. Это частицы нержавеющей стали, слегка скрепленные связующим веществом. Его бережно обдувают, удаляя лишний порошок. На этом этапе предмет очень порист. В нем примерно 40% воздуха. Он настолько хрупкий, что его можно легко сломать руками. С новой порцией стального порошка готовят новый ящик, в котором предмет пропитают бронзой. Готовится подставка, на которую предмет установят для следующего этапа процесса. Ящик заполняется крошкой оксида алюминия, который будет поддерживать предметы во время пропитки. Эта перегородка не дает крошке высыпаться. Затем засыпают порошковую бронзу. После этого предмет сутки нагревают в печи при 1100 градусах Цельсия. Это расплавляет бронзу, которую предмет впитывает так, как губка впитывает воду. Пропитанные бронзой предметы стали сплошным металом. Подставку сбивают молотком. Понадобилось всего несколько дней, чтобы создать этот замысловатый металлический предмет. Теперь его можно отполировать, позолотить или покрасить под любой декор. Чтобы не изготавливали узорные дверные ручки или сложные скульптуры, трехмерная металлопечать работает быстрее традиционных методов, а затраты в разы меньше. Безделушки теперь делают без хлопот. Продолжение следует... Продолжение следует...